МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! И давайте просто окинем взглядом, что здесь происходит. Для меня было самым главным объединить здесь разные культуры, потому что здесь у нас есть так и техно-чуваки, которые пришли потанцевать, под техно, порейвить. Кто-то пришел посмотреть на фотографии, на картины, а кто-то пришел послушать. И это очень чудесно, потому что мы собрали разные субкультуры, разные части Таллина, разные андерграунд движухи. И все мы в одном месте, мы все одна большая семья. И как не может быть приятно, когда ты просто грустным вечером придумала, а щуп не устроюсь, а потом тут вот так. Опа! Субтитры создавал DimaTorzok Типичный вопрос, Вань, давай типичный вопрос. Почему триптофан? Потому что Матвей так решил. Я не помню, я этого не знаю. Короче, от триптофана повышается настроение, но также увеличивается смертность в молодом возрасте. Поэтому, да, не приходите, молодые, лучше только с реки. Как вы вообще устроили все твои мероприятия? Это Полина, Полина, Полина. Хуя, тысяча подписчиков! Тысяча два! О, покажи! Не хуя себе! Яна, ты популярная! Я популярная! Расскажи концепты своего искусства. Мой концепт. Не знаю, у меня особого границы четких нету, просто ты смотришь, видишь, делаешь. Мне обычно приходят идеи просто с головы, с неба. Они у меня порождаются, я их потом визуализирую, и все. А смысл каждый находит себе сам. Ищите его сколько угодно, типа. Все равно вы не найдете, все равно мы не знаем, что ли мы так делаем. Окей, хорошо. Какое у тебя студическое имя? 3D-кун. Паша 3D-кун. Я стал заниматься музыкой для удовлетворения своих эмоциональных потребностей. И в основном вся музыка пишется на эмоциях. Вот. И... Самое главное — это эмоции в музыке. Неважно, умеешь ты играть или нет. Если у тебя есть много эмоций, ты можешь вкладывать их в музыку. И что-то получится. За сколько лет ты стал рисовать? Я до рождения. Я уже... Из... Да. Угу. Тихо, тихо, блядь! Тихо! Когда я был около 6-7 лет, мой папа купил электрик-лайт-оргестра DVD. Это был в живых концерт, и это был мой первый вставник в рок-сцене. И после этого я начинал слушать банды, как Металик, Мегадев, Пантеро. Он не будет выпущен. И это было... Это было... Мегадев. Мезvy. Мегадев. Короче, нам сделали офигенную рекламу в Посте МС, выставили, как много народа у нас было на нашем фестивале. Они показали нам, какой огромный спрос был у наших участников. И что могу сказать? Большое спасибо! Что Маман сказал вам? Мама? Да, молодцы!